привет сноубордисты снова обо почему потому что на протяжении всего сезона смотрел всякие видео от разных наших друзей и конкурентов тимура зимина кости сана каких-то других ребят которые пели дифирамбы системе бо что она очень удобная что она надежная подписываюсь под каждым их словом но у меня на ваш мед есть слегка как говорил классик даже немножечко чайная ложечка это уже хорошо но тем более целый горшок не в том плане что я прям хочу как-то все это обосрать а в том плане что я несколько лет являюсь бренд-менеджером бренда 32 и соответственно вижу общую картину до всех заказов там и популярность бо она действительно с каждым годом растет и это оправданно но какое-то время назад но было где-то там 50 на 50 бо и шнурков причем 32 в какой-то момент даже отказался от этого фастлейсов именно в сторону бо потому что но в общем-то бо заменяет все эти фастлейсы они уже ни к чему а вот дальше пошла тенденция роста количество общего заказа бо то есть последний заказ например на следующий сезон все наши магазины сделали наверное 80 на 20 то где-то 80 процентов ботинок это бой только 20 шнурки я понимаю почему но честно говоря то доверие которое вы оказываете системе бо но как сказать мне бы ваша уверенность сейчас попытаюсь рассказать какие-то такие тоненькие маленькие моменты именно с теми проблемами сталкиваются в основном люди катающиеся набор поэтому смотрите ну смотрите ребят значит первый минус для ремонта бо вам нужна вот такая вот маленькая специальная отверточка которая я даже в очках тяжело и разглядеть это звезды это не шестигранник это звездочка она очень маленькая тоненькая она нужна чтобы поменять или отремонтировать вот это вот боковое бо то есть именно боковое где здесь серединке есть отверстие как раз под эту отверточку хрен ты эту где отверточку найдешь есть правда одна маленькая вещь это набор для часа для ремонта часов есть часовые отвертки они там правда не зубчатые такие не звезд звездочатые они шлицевые под обычные шлицы но они такие настолько маленькие тоненькие что принципе можно открутить вот эту вот самую буашку сейчас покажу как это все устроено да то есть здесь сам сама катушка с леской находится внутри этой конструкции проблемы в основном случаются вот с этой самой ручкой как вы видите здесь есть саморезик он такой миллиметров 5 на на длины а здесь есть ответная часть которая является одним целом вот с этой со всей вшитой вклеены сюда самой системой то есть это колесико которым вы затягиваете буашку она вкручивается сюда и вкручивается достаточно плотненько тут еще такая есть голубая этот как сказать шайба она на вот эту ось центральную даже слегка как бы надевается что усиливает еще конструкцию то есть вывод этим этой отверточкой прикручиваете дальше все работает какие могут быть с этим колесом возникнут проблемы во первых это вот всякие вот эти вот вы вот эти вот бодибилдеры на на едитесь своих протеинов блин вот ты наелся протеинов и иди лучше купить себе лыжи и горнолыжные пластмассовые ботинки и там ты будешь себе эти железными защелками защелкивать там до одури просто люди в магазинах руками ломают вот эти боа то есть вот это вот ось пластмассовая они руками ломают то что они начинают на себе затягивать с такой дури ребят не нужно здесь дури это сам ботинок жесткий он будет держать вашу ногу дурь здесь не нужна еще какой может быть момент не знаю получится сейчас или нет ну короче подвержена каким-то ударом вот она все кто-то вам ударил или ты упал там лыжи какой-то не знаю кто-то тебе долбанул ты катаешься по перилам где-то неудачно стукнулся все все сломалось все сломалось нет кстати не сломалась по ходу все таки давайте попробуем обратно все это прикрутить да ничего не сломалось ну-ка давайте попробуем закрытом состоянии она открывается ладно я не знаю каким образом ломали ломают люди вот этот вот вот эту вот ось но когда сломается вот этот вот центральная ось вот она ведь как сделано если вот это вот то есть слома сломается она иногда ломается по каким-то причинам мне неизвестным то починить это уже невозможно если вот катушку вы можете поменять там какой-то вот этот механизм можете поменять то вот эту ось не как не поменять ее можно поменять только заменив вот всю эту систему это надо расслаивать раз ботинок вот здесь вот его он склеен его надо разрывать вырезать и вшивать туда новую эту тубу а это редкое явление но она присутствует это это достаточно точнее это достаточно частая причина поломки боа то есть люди еще в магазинах каким-то образом умудряются сломать вот эту вот ось хотя но тут минимальный люфт там люфта практически нет очень надо постараться чтобы сломать но такие случаи бывают есть еще вариант что вот этот тот саморезик который здесь присутствует он просто может выкрутиться я такой вот буквально встретил в этом сезоне катался в сибири в точнее в хакасии да в приисковом и там был у нас один из райдеров с ботинками бо так вот у него открутился выкрутился вот этот саморезик он выкрутился не до конца до какого-то предела то есть она у него не фиксировалась вот это колесико она не фиксировалась то есть она у него выпадала таким образом да что вот ты закручиваешь она потом обратно выпадает и раскручивается то есть не не держится вот там выскакивает тоже отвертки нет там во всем этом приисковом такой отвертки нет то есть вам она необходима то есть если у вас есть бо вам необходима такая отвертка или какая-нибудь другая который может ее заменить единственное что спасало человека это наличие конечно же армированного скотча который просто каждый раз когда затягивал ботинок с утра обматывал все это армированным скотчем прижимал ботинок прижимал эту крутилочку на место и тогда у нее ничего не раскручивалось в общем-то вот это боковая боа ломается редко но из опять же нужно не уже повторяюсь да другой передняя боя она меняется достаточно быстро здесь вам не нужно никакой отвертки в принципе вы все это можете посмотреть в ю тубе есть все эти видеосики как поменять людей достаточно чуть-чуть ставить отвертку здесь вот прям видно да что есть такое как бы место откуда можно вытащить а вот там на на ответной части какой такой зубчик то есть вам надо совместить зубчик а вот эту вот выемку помощью отвертки и тогда она уже чуть-чуть еще тогда она уже вынимается свободно здесь в принципе сломаться особо ничего не может хотя бывает ломаются вот у этой ответной катушки ломаются вот эти ушки каким-то образом но ты тоже от те же вот боковых каких-то ударов по этой бо это можно заменить то есть вот видите это можно снять все расскажу вытащить отсюда эти шнурки все это на видео в ю тубе на боа канале вы можете посмотреть все это можно потом все заменить и вставить никаких проблем с этим нет проблема только в том что где вы возьмете запасную вот эту вот катушку где раньше бо ну как она и сейчас это делает они на сайте ты пишешь какая у тебя проблема выбираешь какой у тебя сломался какая у тебя сломалась деталь ты можешь ее а купить б они те могут выслать бесплатно но проблема в том что в россию сейчас возможно и само боа не поставляет и во вторых в россию никто не доставляет ничего я имею ввиду некие транспортные компании но какие-то работают все таки мы можем там получать через какие-то обходными путями но это все достаточно геморрой папа по ходу бо просто не работает именно с россией потому что какие-то политические причины они нашли поэтому сейчас вот например у нас да и когда вы покупаете ботинки у вас что-то такое ломается у нас есть запасные части там каких-то других бракованных ботинок которые у нас скопились да там со временем копятся поэтому мы какие-то запчасти можем вам предоставить но так скажем если вы если нет запчастей то как вы будете вот это все ремонтировать это отремонтировать без запчасти невозможно вот собственно и все что я хотел вам сказать про вот эта маленькая ложечка вашу бочку с медом еще раз хорошо ребят что вы доверяете так системе бо лично я не доверяю у меня были причины я за один день сломал два ботинка ботинка два ботинка это хорошо что это был как это это был дамбайский лагерь это были тесты ботинок и в общем-то я сломал две пары тестовых ботинок в защиту бо могу сказать что сломалась у меня не сами не сама боа что-то вот в конструктив ботинка какой-то был немножко не тот катайтесь на сноубордах встретимся в горах